Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 38 занятие нашего курса, в котором мы разбираем иврит, торы и молитв. Вчера, в субботу, мы прочитали две недельные главы. Одна называется Харимот, другая называется Гдовшим. Из этого довольно большого материала, поскольку все мы, конечно, разобрать не успеем, я выбрал то, что мне наиболее интересно с точки зрения грамматической, а именно девятнадцатая глава, она входит в Порошат Гдовшим. Вот, и на примере этой главы мы рассмотрим интересный вопрос о соотношении нашего понимания слов, да, и понимания, скажем так, официального, то есть нужно ли и можно ли и в какой мере это неизбежно пользоваться переводами, которые сделаны до нас, которые уже имеются. Вот, и если у нас останется время, или если вы мне напомните хотя бы минут за десять до конца занятия, я боюсь, что просто увлекусь и забуду, мы можем с вами рассмотреть немножко еще один текст, это книга Рут, Магеллад Рут, которую я тоже вам кое-что, некоторые фразы из нее я вам приготовил. Вот, Магеллад Рут, это одна из пяти так называемых Магеллод-свитков, которые читают, читают евреи по определенным оказиям, например, книгу Рут читают в утренней молитве праздника Шавуот. Вот, и что-то из этого текста, если успеем, мы с вами разберем. Так, сегодня 38 занятие, значит, напоминаю вам, что имеется архив наших занятий, это раз. Я стараюсь, не всегда, правда, я успеваю, ставить материалы, которые будут нами используемы во время занятия в нашу группу в Телеграм, чтобы вы могли файлы посмотреть, и чтобы вы могли вовремя открыть. И, конечно, задавайте вопросы и по ходу занятия, и любым допустимым образом я открыт. Итак, посмотрим текст. Вот в тексте 19-го перека я выделил некоторые слова, которые я объясню вам просто из моего личного опыта, и некоторые слова, они выделены желтым, и некоторые слова, которые я выделил зеленым, значит, я поискал им объяснение в словаре, не всегда нашел, не всегда нашел. Вот, и что нам с этим делать, мы сейчас с вами увидим. Итак, я читаю вам текст. Вот, по ходу задавайте вопросы. И еще раз напоминаю, что задача, которую я ставлю, это понять значение каждого слова. Так? Более широко можно посмотреть так. Соотнести это с тем переводом, который мы знаем, который мы можем посмотреть. Переводов много. Какие-то переводы лучше, какие-то хуже. Как правило, перевод преследует определенную цель. Вот перевод, которым я воспользовался. Ссылку я поставил вам в чат. Значит, чем он мне удобен, я вам покажу. Дело в том, что здесь открываются комментарии. Комментарии Раши Робейну Шломо Исхаки и комментарии Сон Чино. Тоже достаточно интересный. Я не объясняю вам, что означает слово «свят». Это не моя задача. Но то, что слово «свят», «святой» – это «кадош». И отсюда некоторые слова, которые мы используем, например, «душа», «кадиш», «кидуш» и так далее. Так? Так. Это вы знаете, это вы должны понимать и без меня. Так? Продолжайте. Слово «кадош» и «кадиша» – это тоже однокоренные? Еще раз слово «кадош» и? «Кадиша». «Кадиша» вы имеете в виду? Да, да. Это же блутницы. Они однокоренные. Как это они? Да, получается, что они однокоренные. Значит, какое-то другое слово «выделенный», насколько я знаю, это «выделенный». А «святое» – это по-русски «святое» непонятно. Конечно, непонятно. Я согласен, я согласен, но я не ставлю себе согласен. Почему использовать, если есть понятное слово «выделенный»? Будьте выделен, как и я, так же, как и я выделен. Хорошо. Я не такой реформатор, я не новатор. Я буду пользоваться термином, который уже нам известен и широко употребим. Значит, имейте в виду, просто, так сказать, имейте перед глазами, что «святой» в данном контексте означает «выделенный». Выделенный для чего? Если это идет разговор о нашем тексте, то «выделенный» для определенной роли, а если вот пример, который вы привели к «кадиша», то совсем даже для другой роли. Но «кадиша» – это выделенное, то есть она отделенная от общества. Это тоже самое значение. Корень, он связывает эти два понятия в одно, он делает его нейтрально. Хорошо, допустим. Это не позитив и негатив. Хорошо, могу согласиться. А, простите, а про кого идет речь второе слово? Вот в данном случае… Поясните, пожалуйста, вы, да. Тут идет речь о святости народа, о посвящении народа Богу, а во второе слово, термин – это кто это, кто это, что это? Пожалуйста, микрофон объясните, потому что, раз уж вопрос встал, давайте его проясним. Пожалуйста, милости просим. Кто хочет? Я могу целый час на это тело говорить. Не-не-не, буквально пару раз. Я имею второе слово обозначает, кого речь идет о ком. Бывает «кадиша», бывает «зуна». А, ну женщина, женщина, надо сказать, легкого поведения. Это, как я знаю, храмовая-храмовая проститутка, которая посвящена языческим богам посвящена была, поэтому она и… Не храмовая и так далее. Я знаю, что это языческий… А лучший перевод – это не выделенный. Выделенный – это плохой перевод. Обособленный. Нет, почему? Обособленный. Нет. Обособленный тоже очень хорошо. Потому что обособленным два смысла сразу – особый и выделенный, понимаете? Ну, опять же, мы с вами сейчас не тем занимаемся. Для всех будет привычнее и святой. Ну, как? Мы же вроде бы словами занимаемся? Нет, мы подготовленные, поэтому, я думаю, тут все знающие люди. Да, подготовленные. Вот когда девушка сказала «посвященная», вот это как раз и есть… Ну, посвященная, можно сказать, посвященная, действительно. Посвященная, да. Посвященная для служения проституции, да, вот посвященная. Ну, она посвящена такому занятию. Она тем более храмовая. То есть, она какое-то божество, она какому-то божеству себя посвящала, поэтому так ее и называли – посвященная. А вот здесь народ посвящен Богу в данном случае. Ну, все верно. Значит, это слово нейтрально. Она не имеет в виду… Она иногда под позитивную коннотацию идет, иногда негативную. То есть, она… Да, соответственно, выходит так. Мне обособленно очень понравилось. Так, господа, я вообще не ставлю цель подготовить перевод какой-то принципиальный, новый, который был бы универсален и который устраивал бы всех. Так, если в каком-то отдельном случае перевод предлагаемый меня совсем не устраивает, я просто как бы в скобках объясняю, что означает вот то или иное слово. Но все остальное выходит за рамки нашего курса, поэтому прошу придерживаться генеральной линии. Так, продолжаем. И посвят я. Иш, имо, ва, вив, ти, ра, у. Вот обратите внимание на это слово. Человек, каждый человек. Имо – это мать его, а вив – это отец его. Ти, ра, у – это слово гир, а. Гир, а – это страх. Ну, на самом деле, страх – это скорее пахад, а гир, а – это хороший перевод трепетный. Но нам удобнее просто драматически мать свою и отца своего бойся, бойтесь. Да, множественное число. Гир, а. Можно перепутать это слово, но не нужно его перепутать со словом тир, у, что значит увидите. Да, там корень другой, там корень рэш, алиф, эй. Вэ, шаптотай, тишморо. И субботы мои соблюдайте. Хотя мы можем перевести это не как «и», а как «а», то есть некое противопоставление. Ани, ашем, элокехем. Вот это идет рефрена. Я – Всевышний, Бог ваш. Аль, тифну, эль, а, эллилим. Не обращайтесь к идолам. Слово «эллилим» – это как бы уменьшительное от «эль». Словом «эль, алиф, ламет» мы обозначаем и нашего Всевышнего, это как сокращение слова «элоким», вот, и вообще то, что другие народы и другие люди считают богами. Ну, иногда удобно перевести как «идолы», то есть некое материальное воплощение в глазах поклоняющегося сил природы. Вот, либо обожествление каких-то сил природы, которые, как мы с вами знаем, да, все подчинены воле Единого Всевышнего, так. Слово «тифну» от слова «поне», что такое «поне»? Обращаться, поворачиваться, да. Обращаться к кому-то, к кому-то. «Поне они», «поне эллейхем», я сейчас обращаюсь к вам, так. «Вэлогей ма-сеха». Обратите внимание, что вот это вот слово, как «элогейм», да, только в смехуте, имеется в виду здесь не Всевышний, которого мы называем этим словом, да, а те боги, я ставлю это слово в кавычки, как их представляют другие народы. К примеру, к примеру, когда я читаю Тору в синагодии Всевышнего, значит, слово, обозначающее Всевышнего, я произношу, как оно написано, через букву «эй». Вот, если я просто называю его в разговоре, я вместо «эй» произношу «куф», да, «элогим», имеется в виду, конечно же, Всевышний. Но это слово, оно не имеет святости, оно может читаться, как есть. Есть специальное издание Торы для переписчиков, и в нем выделены слова, когда они имеют святое значение, то есть, когда имеется в виду Всевышний, да, и когда он не имеется в виду, а слово это обозначает просто некоторый предмет. Так вот, здесь это не имя Всевышнего, «элогей», «ма», «цеха», вот относительно этого слова. Словарь дает нам значение «маска». Я говорю вам, что словарь, в принципе, неплох. Словарь, я имею в виду, ирис, которым я пользуюсь, самый популярный, на мой взгляд. Вот, и он очень удобен и в общении, но, конечно, он дает современный тезаурус, и некоторые слова специфически в него не входят, как мы видим, но удивительно, что многие слова такие «да, входят», и мы сейчас это тоже увидим. Так вот, слово «масыха» здесь переведено как «маска». Это и маска карнавальная, и маска, которую мы носим для защиты от вируса, да, и маска, например, противогаза тоже, так. Но перевод, который я вам показал, вот, например, такой, показывает нам божеств литых. Вот мне это немного странно, и разобраться с этим я не могу. Комментарий, который здесь открывается, да, ничего не проясняет по этому вопросу. Я считаю, я бы считал, что здесь слово «масыха» означает как раз не литье, а что-то типа ковки. То есть берется металл, расплющивается, ему придается определенная форма, да, получается некая скульптура полая внутри, пустая внутри, да. Потому что при литье, наоборот, получается форма, заполненная материей, материалом, веществом, например, металлом, да. Тем не менее, смысл от этого не меняется. Понятно, что Всевышний нам, что именно Всевышний нам запрещает. Продолжаем. И так далее. Я не буду читать весь текст подряд. Я буду останавливаться на некоторых словах, иногда читая контекст. Байом зивха хэм. Зевах – это зарезать жертву. День зарезания ваших жертв. Е-Ахэль. Е-Ахэль – это нефаль. Это пассивный залог, то есть будет съедено. Что будет съедено жертву? Да, в тот день, когда она зарезана. Не потому, что нет холодильника, а потому, что таковы правила. У-ми-мо-хо-рад. Обратите внимание, что здесь вот эти два, две огласовки звучат обе, как О. Так, у-ми-мо-хо-рад. Что такое махо-рад? Это слово махар. Махар – это завтра. Ми-мо-хо-рад – это начиная с завтрашнего дня. На завтра. Если я говорю про какой-то день, например, день, когда началась война. А на следующий день после начала войны, да, это будет слово не махар, а мокурат на следующий день. Так. В-ха-но-тар. Слово нотар сейчас скорее будет использовано слово ниш-ар. Маша ниш-ар остается, да. Это то, что осталось. Этот термин относится к тем частям жертвы, жертвенного мяса, которое почему-то не было съедено вовремя. Ад йом гаш-риши и оставшиеся до дня третьего. Баэш йи ца-реф. В огне должно быть сержено. Корень син рейш фей – тот же самый, что в слове сараф, которых мы по-русски называем словом серафим. В-и-и-м-а-о-х-э-м-х-э-о-х-оль-е-о-х-э-ль. Ба-йом а-ш-ри-ш-ри. А если съедено будет это, то, что осталось, в день третий, пигуль. Слово пигуль. Посмотрим в словаре. Пагуль, испорченный. Пигуль. То же самое. Так. Я не слышал в современном иврите этого слова, да, разве что, если это цитата из оры. Но, очевидно, оно имеет место. Так. Ло-и-ра-це. Не будет желанно. То есть, это не будет по воле Всевышнего. В-е-ох-лов. А-вон-но-и-са. Обратите внимание, что это слово А-вон, буква Айн, имеет огласовку Х-таф-патах. А дальше идет буква В-Вав, которая имеет огласовку Х-лам-Хасер, то есть точку наверху. Если я напишу это слово в словаре вот таким вот образом, с одним В-Вавом, да, то словарь это поймет как слово О-НО. Слово О-НО, это сезон, да, это совсем другое слово. Поэтому, когда я ставлю это слово в словарь, я искусственно, так, минуточку, а где у меня? А, это слово я не стал даже искать в словаре, да? Вот. Я искусственно ставил еще одну букву Вав, то есть Вав тут двойной. Так, А-вон-но-и-са. Он понесет. И-са-но-се, но понесет. Свой грех понесет он. Так. А вот это слово хиллель имеет несколько значений в современном иврите. Редко используется это значение, разве что выражение халалей а шоа. Жертвы. Жертвы. Имеется в виду убитые. Слово хиллель, халал, дает словарь даже вот в этом выражении хиллель шаббат, нарушить субботу. Здесь что мы имеем? Хиллель, да? Ки эт кдош ашем хиллель, ибо святость Всевышнего нарушил он. Ве нихрета, здесь корень карет. Что такое карет, не про нас с вами высказано, это истребление из народа. Это наказание от высшего суда. Ве нихрета, и исторгнуто будет, а нефеш аги. Душа это, слово нефеш женского рода, поэтому здесь мы читаем аги. Корень здесь вот он. Как говорится, бикицер, бикицур. Да? Что такое, что этот корень означает здесь? Жатва, жатва, жатва. Например, пшеницы. Здравствуйте, рад вас видеть. Да, да, да. Рад приветствовать всех присоединившихся к нам с начала нашего урока. Вы не опоздали. Впрягайтесь в работу. Кто знает, от какого корня? От корня коль. То есть все. Не заканчивай совсем. Не завершай полностью, чтобы что-то осталось. А теперь слово пэ-а, которое я тоже не стал переводить. Вот тот, кто знаком с нашей традицией, знает замечательное слово. Какое? Пэ-от. Что такое пэ-от? Ну, пейсы, 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 да. Тебе волосы по краям этого слова. Традиция – это пейсы, да, потому что так читается это вот в Машкиноском чтении, да. Но здесь слово пэ-а в прямом значении означает край. Что такое край? Это одна из заповедей, а вот вторая заповедь, а всего их три. Есть лекет. Вот она. Лекет – это сбор отдельных упавших колосьев. Есть пэ-а. Это край поля, который земледелец не сжинает, а оставляет бедняку. И есть третья заповедь, которая называется как? Здесь она не упомянута. Это вот то, что делаете вы сейчас. Она называется шихиха. От слова «забыть». Да? Я надеюсь, вы это знаете просто. Ну, хорошо. Будем считать, что вы просто стесняетесь, мне подсказать. Шихиха – это снов, забытый на поле. Значит, тот из нас, всех, кто занимается сельским хозяйством, да, на него эти заповеди распространяются. И, значит, труд Муавия для того, чтобы прокормить себя и свою родственницу, мать ее покойного мужа, которую звали Наоми, да, из этих трех вариантов для бедняка, трех способов, которые предоставляет Тора для бедняка, чтобы прокормиться, выбрала самый трудоемкий, а именно лэкет. Вот он. Вэ-лэкет к цирха, ло-тэ-лэкет, тот же самый корень, видите, лэкет, да. Это, значит, подбирать, собирать, это не должен делать сам земледелец. В чем заключается эта митсва? Ну, раз вы меня не спрашиваете, значит, вы знаете. Или вы стесняетесь, тогда посмотрите сами в комментариях, есть куда обратиться, есть у кого спросить. Вэ-кар-э-ха. Кэрем. Что такое кэрем? Это виноградник. Ло-тэ-ол-эль. Вот это слово мы посмотрим. Так, о-лэль, ле-ол-эль. Видите, я даже некоторые слова выделил вот таким вот восклицательным знакомым. Видите, вам и текст, да? Чтобы показать, что словарь нам может чего-то не дать. Либо он даст много значений, из которых мы не будем знать, какое выбрать, да, либо он даст значение приблизительное. Например, э-кей-масы-ха переведет как богов литых. Хотя я думаю, что это может быть что-то другое тоже, да. Вот, значит, о-лэль натворить что-то плохое. Это то, что нам дает словарь. Но комментарий, комментарий вот здесь, да, показывает нам немного другое значение. Не обирай до конца. Вот, можете посмотреть, что означает это. Так? Хорошо. Следующее слово. Пэрэд. Может быть, вам известно слово прат. Прати, частный, личный. Уви, фрат, в частности, и в деталях. Парит – это, ну, как вам сказать, это часть ассортимента. Ну, к примеру, я покупаю две бутылки пива, четыре пачки сигарет, восемь коробочек спичек. Так, да, всего это три прита, три наименования, да, притим. Но что значит здесь слово перет? Словарь показывает нам, это отдельная ягодка. И подтверждает это комментарий Раши. Отдельные виноградинки, опавшие во время сбора винограда. Так? Значит, текст говорит, что их не следует подбирать с земли. Перетармеха лотелакет – тот же самый корень, да, не собирай с земли. Ла олни – они, это бедный. Ве лагер – гер – это пришелец. Чем пришелец отличается от других? Тем, что у него нет своего виноградника, нет своей земли, и нет своего способа заработать и вырастить свой урожай. Та азов оттам – оставь их. Ани ашем элокехен. Ло фигнову – не воруйте. Ве ло фигнову – не воруйте. Это слово, вот оно, хаш – обман. Но перевод, который построен на базе, на основе комментария, дает немного более частный вариант. Не отрекайтесь. Так? Если кто-то согрешит и отречется. Вот, комментарий этот можете посмотреть. Вело и шакру. Шекер – это ложь. Иш ба амито. Амито – через аин. Иначе было бы слово эмет, что означает «правда». Но так у нас это слово означает «коллега-компаньон». То есть не врите своим компаньонам. Не обманывайте тех, с кем вы работаете, ваших коллег. Вело ти-шаву, да, шву-а. Через аин – это клятва. Би-шми-ла-шакер. И, говорит Всевышний, не клянитесь именем моим во лжи. И оскверните вы. Вот этот корень, который у нас только что был. И оскверните, если вы так сделаете, не дай Бог, имя Всевышнего. Ами-шем. Далее, югил. Ло-та-ашок. Ло-та-ашок. Смотрим словарь. Ашак. Притеснять, угнетать, эксплуатировать. Перевод на основании комментария Раши. Не обижай. В чем заключается эта обида? Удерживать плату наемного работника. Да? Да, конечно, я тебе должен деньги. Да, ты на меня работал. Правильно, я не отрицаю. Я тебе обязательно заплачу. Чуть-чуть попозже. В следующий раз. Завтра. Через неделю. К субботе. Через год. Через пять. Через двадцать восемь. Такого быть, конечно, не должно. Но здесь, так сказать, это объяснение термина. А дальше идет детализация. Вело-тиг-золь. Гезель – это грабеж. То есть это действие. Аналогично грабежу. Ло-та-лин. Пе-у-лат-сахир. Значит, слово талин происходит от слова ла-лин или ла-лун. Отсюда. Ну, давайте посмотрим. Геллин – предоставить ночлег. Оставить на ночь. Не оставляй на ночь. Вот такой должен быть перевод. Не оставляй ночевать. У-лат-сахир. Действие наемного работника. Это сахир, сахура, сахар, маскорет – зарплата. Все это одного корня ягоды. То есть не оставляй это, значит, обращение к тому, кто дает работу. Значит, человек отработал у тебя, ты должен в конце дня с ним рассчитаться. Ну, Аллаха говорит, что в те времена действительно было принято, в конце каждого дня расплачиваться с работниками. Сейчас такого нет. И если не было оговорено что-то иное, то считается при заключении трудового соглашения, то есть если работа уже начата, что как принято в данное время, в данной местности, так тебе и будут платить. Или в конце недели, или в конце месяца, или по окончании всей работы, а иногда, может быть, даже и, так сказать, заранее. Так что, вот, если человек предполагает, что в конце каждого дня он получит расчет, да, а работодатель предполагает нечто иное, то здесь могут возникнуть конфликты. Следует это обговорить. Так. От бокер до утра. Так. Ло-те-кал-ель-кла-это проклятие. Хереш. Хереш это глухой. Тот, кто не слышит. Не проклинай глухого, который не слышит тебя. Велинай-и-вер. Вот это вот слово означает слепой, да. В утренних благословениях читаем мы по кеях и в рим, дающие зрение, дающие прозрение слепым. Помню, как в 88-м, кажется, году в городе Пермь я присутствовал на открытии клуба еврейской культуры при клубе слепых почему-то. Вот там нашли помещение, там их приютили. И вот такой вот у меня был каламбур. Дом культуры и в Рим. Если прочитать это слово через бет, получится евреев. А если прочитать через вав, то получится слепых. Лотитен михшоль. Перед слепым не клади преткновение. Слово михшоль буквально означает препятствие, просто препятствие. А уж о чем говорит эта заповедь, да. Конечно же, не в прямом смысле, точнее, не только в прямом смысле. Вряд ли кто-то нарочно, умышленно положит преграду перед слепым, который этого не заметит. А что имеется в виду? Вы прочитаете сами. Так. Слово тикалель. Слово тикалель. Да. Вот. Очень хорошо, что здесь она идет в связке со словом хрэрэй. Не расслышал, простите. Тикалель, тикалель. Да, вот оно, да. То есть, его перевод слово проклинает. Слово проклинаю, оно такое, знаете, непонятно. Вы хотите предложить? Я хотел бы предложить слово коль, то есть, не кричи. То есть, лекалель, это когда на глухого кричат, он не слышит, а на него кричат. Вот здесь оно как бы имеет такое значение. Зачем ты кричишь глухому, он тебя все равно не слышит. Я говорю, как бы вот это. Нет, здесь мэкалель не от слова голоса, а от слова мэкалель портить. Лекалель? Слово коль, это корень слова коль, гол. Поэтому, я думаю, что именно оно и поэтому и дано в связке для слова хрэрэ. Я, это тот случай, когда я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. В любом случае, здесь корень куф ламет ламет, а с такими корнями происходит, у которых вторая и третья буква совпадает. Иногда бывает, что они сливаются. Но прямого, прямой связи между словом калель, клала, порча, проклятие и коль, голос, я не знаю. Я не знаю, может быть, это и есть. Когда вы говорите порча, это понятное слово. А слово проклинать, оно непонятно. Возьмите, то есть, ставить клин, то есть, само слово русское проклинать, у него корень слова клин. То есть, делать клин. Какая связь со словом буха, например? Понимаете? Если надо, я могу объяснить, что такое калала. Это противоположное благословению, браха. Это пожелание, которое попадает как бы в уши Всевышнего и на которое он может отреагировать. То есть, если праведник, скажем, благословляет человека, он получает браха, благословение, и это благословение сбывается. Но опять же, вы берете два русских слова, скажем, браха, да? Браха, вы говорите благословение. А на слово благословение вообще не подходит слово браха, потому что слово браха имеет однокоренное слово с коленом. Колено, берех и браха, они означают некую связь. То есть, когда функция колена заключается в том, чтобы связывать голень с лодыжкой, да? Ну, я слышал, кстати. Это просто связь. Это просто создает связь. А не то, что, потому что благословение, вам непонятно, то ли славение, то ли словение. Непонятное слово, оно размажено, неконкретно. А хочется знать, что же говорится конкретно об этом слове. Понятно. Когда связываешь корень слова с коленом, тогда становится понятно, что оно означает. Спасибо, Абрам. Я хочу обратить внимание наших участников на новое лицо в наших рядах. Абрам Малки занимается очень интересной деятельностью. Вы можете пообщаться с ним лично, и он вам расскажет множество интересного. Я не во всем, далеко не во всем с ним солидарен. Тем не менее, я не считаю нужным сейчас выносить наше разногласие на обсуждение. Я хочу просто, ну, может быть, пару слов я скажу. Я скажу, что вот то, чем занимается Абрам и в чем он достиг определенных успехов, Абрам поправит меня, если я что-то неправильно сформулирую. Ты мне рекламу не делаешь. Нет, ну почему же? Смотрите, я просто хочу сконцентрироваться, так сказать, на моей линии и показать, чем ваша линия отличается от моей. И те, кому будет интересно, я надеюсь, такие найдутся, да, могут просто с вами пообщаться вне рамок нашего курса. Значит, Абрам находит все возможные значения того или иного слова, иногда совершенно неожиданные, скажем так, на мой взгляд, и пытается найти универсальное значение для каждого термина. Я считаю, что для той цели, которую я ставлю в моем курсе, это несколько излишне, это уведет нас в сторону. Тем не менее, значит, такой взгляд тоже имеет право на существование. В данном случае, вы знаете о моем взгляде, да? Я лично знаю, да. Но я бы хотел с вами тоже пообщаться отдельно. Ну ладно, хорошо, не буду вмешиваться в все. Итак, милости просим, вы можете, так сказать, выразить свое мнение, но я прошу просто, так сказать, обсуждать его подробно не будем в нашем курсе. В данном случае меня вполне устроит лотеклель в том, значит, тот перевод, который вот здесь вот дан. Ну давайте посмотрим. Какое у нас юда далит это? Сейчас я вам покажу. Не злословь глухого. Значит, я чуть-чуть по этому поводу хотел добавить, что в современном иврите очень часто слово клала используется в неправильном значении, в значении ругательства. Если один человек другого называет каким-то неприятным термином, да? Ставящим под сомнение его, скажем, интеллектуальной способности, это не называется клала, это называется милагаса, грубое слово. Клала – это буквально пожелание, пожелание чего-то плохого. Итак, не проклинай или не злословь, хреш глухого. Велифный ивэр лот и тенэхшоль. Так. Вот слово ло та асу. А вель. Не делайте что? А вель, а вель, а вель. Злослодеяние, да? Просто не делайте. А давайте посмотрим, что нам дает. Не творите кривды в суде. Почему так? Да. Есть комментарий, который вы можете посмотреть по ссылке. Я почему-то его не выделил здесь. Но давайте дальше. Давайте дальше. Бамишпад. Не делайте кривды в суде. Я мишпад – это суд. Ло ти сап най даль. Даль – это то же самое, что они, бедняка. Да? Ло ти сап буквально не приподнимай. Не делай его более весомым на основании того, что он человек и так несчастный. И мы должны, так сказать, как это называется, внести коррекцию. Раз он бедный, так он прав. Нет. Тем более не следует руководствовать этим тем, что, раз он богатый, истинно должна быть истинной. Как мы видим дальше. Ло ти сап най дар. Корень здесь – гадар. Перод гадар. Это цитрусы, но буквальное значение – это плод дерева великолепного. Так назван один из четырех растений, которые мы используем в стукот. Мы считаем, что это этрог. Гадар – это буквально великолепие. «Лот тег дар пнегадоль» и не почитай лицо. Не угождай великому. Словарь показывает тег дар – оказывать уважение. Идем дальше. Очень интересное слово сейчас будет. Лот-э-лех-рахиль. Рахиль через хаф. Это значит сплетник. Есть лошон-гора и рахилут. Чем они отличаются? Лошон-гора. Когда первый говорит второму что-то плохое про третьего, это лошон-гора, дурно-язык, злоязычие. А когда этот третий идет и рассказывает второму, что рассказал о нем первый, это уже называется рахилут. Но в более широком смысле сплетник – это тот, кто собирает плохие сведения с тем, чтобы обмениваться ими, чтобы рассказывать об этом другим. Очевидно, получая от этого некое удовлетворение. Так. Вот интересное слово. Го-хэ-ях-тух-ях. Это слово родственно Го-хаха. Доказательство. Но в данном случае означает оно нечто иное – упрекать, укорять. Итак, если бы мы не пользовались вот этим переводом, да, переводом, который мы видим не только смысловой, но еще и опирается на традиционные комментарии. Комментарии писали люди, досконально изучившие текст, сравнившие использование слова в разных местах, предположившие и такое значение, и сякое значение, и пришедшие к выводу, что здесь должно быть значение первое, допустим, а не второе. Так. Если бы мы не использовали этот текст, нам бы пришлось всю эту работу сделать самим. Работой этой занимались поколения еврейских мудрецов, да, изучавших Тору, а Тора, как известно, дана 3300 лет назад. Вся эта работа уже сделана. Если кому-то, почему-то кажется, что здесь уместно другое значение, смысл другой, милости просим, попробуй доказать. Но для начала ты должен ознакомиться с аргументацией всех, кто пришел до тебя. Итак, увещевай, это слово только что у нас было, ближнего своего, и не понесешь грех за него. Что это значит? Опа, извините, это я напрасно сделал. Так вот это должно быть, да. Что имеется в виду, что если ты можешь воздействовать на человека, чтобы он прекратил грешить, но это не делаешь, да, то часть греха ложится и на тебя. Илья Гуд, хотел обратить внимание, чтобы всем стало интересно. Вы видите, как слова чередуются. Иногда Амитеха, иногда Реэха, а иногда вообще Ахиха, вот буквально совсем недавно. Иногда Брад, иногда Ближний, иногда Бнеэмеха вот здесь. Да, да, да. Отдельно очень интересная история, почему они играют. Значит ли это, что я могу сплетней про своего, про брата не могу, значит, про Ближнего могу? Ну, все это рассматривается достаточно детально в комментариях на основании разобранного в Талмуде, и наверняка есть у чем заняться. Это верно. Так, а вот знамятое, так, 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 ло, таком, вело, итор, вот относительно этих слов. Таком, ну, я просто из своего знания иврита могу сказать, что первая буква нун здесь должна быть, она выпала, да, она выпала в этой форме. Что такое некама? Это месть, мщение. А вот это вот слово, титор, да, я очень долго искал в словаре, чтобы дать вам какую-то ссылку, какую-то опору в словаре, и не нашел. Вот это скопировано из перевода. А вот обратный перевод. Затаить обиду на тар, на тар тина, вот он, этот корень, да, нун выпадает, остается титор, это как бы в будущем времени. И есть интересное выражение, на тар тина, или на траны, да, это злопамятный, да. То есть я постарался вот сформулировать одним словом вот это выражение, вот что у меня получилось, и обратный перевод, этот самый словарь, да, дал мне действительно от этого корня. Так? А вот знаменитое выражение «ве агафта ла реяха камуха» «и люби ближнего своего, как самого себя». Слово «ре ага», которое само по себе не используется, а только в санкуте, дает нам словарь вот так. «Ре ага». Ударение поставили не на последнем слоге. «Ле ха камуха». Да вообще это выражение по-другому в переводе. «Ударение ле реаха камуха», да, верно. Я просто привык немножко так, по-ашкинаски, да. У вас есть вариант перевода, давайте. «Ве агафта, возлюбил ты, раеха камуха, возлюбил ты ближнего, как себя самого». Не возлюби, то есть нет формы повелительного наклонения. Это, конечно, не повелительное наклонение, но извините, агафта – это прошедшее время, а ве агафта – это будущее время, и ты будешь любить, если быть точным. Ну, что имеется в виду, когда говорится о ближнем? Я не понял вопроса. Видите в виду человека, да? Ре ага? Да, человека. Ну, тот, который ближний. Ре ага – это еще одно коренное со словом «злой», так сказать, что рядом. Ну, я не уверен, что кто рядом, но… Слово «злой» на «оке» в истории как бы не очень походит, если «тох» вы рад, то «тох» – это… Вы ошибаетесь, Абрам, вы очень ошибаетесь. Хорошо, ладно, я… А почему вы пастуха, пастуха не видите, что мы… Абрам, вас плоховато слышно. У вас что-то с микрофоном… Пастух, пастух, прекрасно… Очень глухой звук получается. Посмотрите, если есть возможность у вас заменить микрофон, это было бы кстати. То есть, это… Оно связано с этим, но тут в данном случае это ближний. Да, да. Сейчас, посмотрите, ближний, да? Кто ближний… Кого имеется в виду, когда мы говорим «возлюби ближнего как себя самого»? Ну, имеется в виду человека, да? Я думаю, да. Вот. Но есть тот ближний, который ближе, чем человек. Для меня, как иудея, ближний является вечный. То есть, тот, который творец. Ага. Нет. Ну, смотрите. Папшату – это именно человек, который тебе близок. Я не буду, так сказать, опровергать, что Всевышнего тоже надо любить, но об этом говорится отдельно. Это уже сказано. С вашего позволения, я продолжаю. Так. Ло-тар-би-а. 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 Давайте посмотрим вот это. Ер-би-а – это случать животных. Спаривать. Да? Какой здесь корень? Ривьон. Рейш-бет-а-ин. Да? Вот. Аврааму, наверное, будет приятно услышать, что это тот же корень, что слово «рева» – четверть. Но как это связать, я не знаю и не ставлю себе такой задачи. Если варам такие задачи себе ставит, наверняка он находит на них ответ. Но в данном случае меня вполне устроит перевод «не своди вместе». Да? То, что называется «килаем». Слово «килаем»… Я не уверен, что вообще я нашел в словаре. Да? Я его не нашел. Слово «килаем» можно перевести как «запрещенные смеси», то есть то, что Всевышний в своем мире разделил, например, мясное и молочное. Например, материя, нитки, шерсть и лен, то есть животного происхождения и растительного происхождения, да? Есть несколько примеров того, что нам запрещено смешивать то, что Всевышний разделил. Вот слово «килаем» разнородный, разновидный, да? Это нам дает вот этот перевод, да? Но смысл здесь мы сейчас увидим. Я прошу прощения, сейчас пока не перебивайте меня. Я приведу пример. Вот оно слово «килаем». И далее идет выделенное слово «шаатнез». Шатнез – это конкретно смесь льняной нити и шерстяной нити. В одной одежде, в одном предмете одежды, грубо говоря, не должно быть того и другого одновременно. Может не быть ни того, ни другого. Например, как он называется? Хлопок, да? Может быть хлопок с шерстью, может быть хлопок с льном, но если есть шерсть, не должно быть льна и, соответственно, наоборот. Вот что означает слово «шаатнез». Вот в словаре это есть, конкретно это вот что, но есть и, так сказать, в переносном смысле, мешанина, сочетание неподходящих элементов. Слушаю вас. Скажите, а гербия только по отношению к животным или к человеку тоже? Насчет человека не знаю, с кем можно случать человека. Нет, ну вот смотрите, вроде бы у Рамбома законы ильход сексуальных связей, запретов, но, по-моему, так и называются, ильход биат или как-то похоже. Биат, может быть, я не помню, какой там термин, интересно, с вами скажу. Рамбом называют законы, где запреты идут сексуального характера, он же неподходно законы дает, как запрещено случайно. Очень интересно, интересно. Может быть, не исключаю. Так, я еще хотел сказать по этому поводу, значит, плодитесь и размножайтесь про у Ру, там другой корень. Так, продолжаем. Вот тут есть несколько интересных значений, я не знаю, успеем ли мы все это разобрать. Тут вот нехрефет. Так, ну, скажем так, вот эту фразу я вам прочитаю и дам ее перевод с комментарием. Вэ-иш ки-иш-кап-эт-иша. Человек, если он будет иметь связи половые с женщиной, щихват-зэра, с выделением семени. Вэ-и-щиф-ха. Шиф-ха, это значит служанка. Служанка. Не-х-э-ре-фет-ла-иш. Так, сейчас разберем, что это значит. Вэ-ха-ф-де-ло-ниф-де-та. Так. И что-то там, чего-то такого не произошло. Так. Посмотрим, что нам дает перевод. Какой это посыл? Напомните мне, 20-й, да? Здесь сказано так. И если муж ляжет с женщиной со жизнением семьи, она рабыня, мужу назначенная, полностью не выкупленная, или вольная, не дана ей. Так. И вот эти значения, я пробовал на этих словаре, получилось у меня, что я их просто не нашел. И последнее, значит, еще одно слово. Вот тут есть оно такое интересное, да? Хувша, это свободное. Лон и тен-ла, бикорет. Бикорет, бакара, бакар, это различать. Различать, бикорет. Это еще и проверка. Это иногда в значении контроль как управление дает нам... Куда я полез? Нет, я не это хотел открыть, я хотел открыть вот это. Да? Взыскание, вот это вот слово, на самом деле, немножко нестандартно. Почему здесь переведено взыскание? Видно по комментариям. По комментариям. Потому что непосредственно бикорет, это... Так. Это вот... Посещение, да? Посещение. Это значит выяснение, да. Да, да. Так, одну минутку. Есть, наверное, интересный чат. Прояснение, это как утро, да, например? Бокер, совершенно верно. Это есть прояснение, прояснение тьмы. Да, да, да. Ну, вот здесь, видите, другое значение используется. Вот. И эти значения мы через словарь найти не можем. Только вот, посмотревши в комментарии, либо попытавшись сломать голову самостоятельно. Вот. Потому что вот оно, Боккара, проверка, контроль, управление. Вот оно. Так, смотрим дальше. Тут мы ничего сделать с этой фразой не можем, не зная ее понимания. Вот интересное слово. Оттуда еврейское имя, знаменитое нета. Но теа, это сажать деревья, сажать саженцы, сажать растения. Когда ты придешь в землю и посадишь всякое дерево, колец, маахаль, дающие съедобные плоды. Ва-арал-тэм, слово орла, да, или орла, это и плоды трех лет после посадки дерева, которые нам запрещено есть. И еще орла это то, что удаляется при обрезании. Разве после посадки или после первого плода, который вырос? Три года после посадки. Более конкретно, более конкретно. Ну, мы имеем право не запоминать, какой именно день года мы посадили это дерево, потому что есть тут и шват. Нет, я просто думал, что когда появилось первое яблоко, от этого начинается от посадки. И даже если вы взрослое дерево пересаживаете, то, соответственно, отчитываете заново. Вот слово гиллулим от слова гиллэль. Гиллэль – это прострять. Я хотел бы вернуться к слову орла. Да, пожалуйста. Я его перевел как жесткий, не жесткий, а черствый, чертый. Что это нам даст? А когда говорится о черствых устах или о черством сердце, орла, там тоже используется слово в сочетании со словом сердце и со словом уста. Необреженное сердце там обычно перевод. Орла, черствость. Я понял, я понял. О черствости здесь говорится в том примере, который вы привели, или какое-то другое качество, а не чуткости, так сказать, толстокожести. Я с вами спорить не буду, у меня несколько иное мнение. Но главное просто вот, здесь дается конкретная заповедь, заповедь Маасит, практическая, что с посадки дерева определенное время, если это дерево приносит плоды, эти плоды запрещены в пищу. Если мы возьмем ваш перевод, получится, что нельзя есть твердую пищу, а можно есть мягкую. Но это неверно, это не совпадает со значением... Черство, черство. Не жесткое, а черство. Черство, тем более это непонятно. Яблоко, если оно слишком долго повисит, оно просто становится мягким. Оно начинает портиться и гнить. Черством бывает хлеб. Хлебчестве становится... Вы же знаете, что первые плоды, обычно первые плоды, они жесткие все. Обычно, а если это не так? А если у вас после посадки образовались плоды, и они наоборот мягкие? По вашему объяснению, никакого запрета нет. Но Аллаха говорит нам совсем другое. Это орла. Уже в силу того, что первые три года плоды называются орла. В данном случае я не согласен. Это не обрезано, да. То, что не обрезано. Ну, обычно обрезают, да. Что обрезают? Плоды? Ну, растения. Растения обрезают. Растения обрезают, это совсем другая история. Растения посажены. Эти растения не обрезают, и они... То есть они не... Мне кажется, все нормально. Их не обрезают. Дело не в плодах. А дело в том, что растения не обрезают. Поэтому вот это черт. Запрещено конкретно использовать плоды первых трех лет после посадки. Ну да, да, да. Получается не три года, а немножко иначе. Но ими запрещено пользоваться вообще. Не надо продавать имени, не надо топить печку. Но под сомнением можно ими любоваться. Но их надо оставить на дереве, чтобы они там испортились. Чтобы их съели птички или они испортились сами на дереве. Вот о чем говорит нам это Запад. Хорошо. Может быть, оно и неудачное слово. Но другого слова я и не нашел. Может, найду потом. Хорошо. Что нам делать, если мы не можем одним словом перевести термин? Я предлагаю использовать этот термин, как он есть. Или использовать устоявшийся термин, даже если он, по сути дела, неудачный. И я там правду в комментарии, что здесь имеется в виду то-то и то-то. Во-во-во, это правда. Здесь больше подходило, более чем слово «орла». Я видел перевод, например, «самосевка». Но это совсем не то. Все-таки, по-моему, «ораль сфатаем» – это синоним кавет сфатаем. Кавет сфинами – это тоже тяжелые устаны. А, кавет сфинами – это тяжелые устаны. Тяжелые, да. Ну, тяжелые, в смысле, изящные. Это Муше про себя говорит. Это, может быть, на уровне, как бы, не физического даже порока. А, в принципе, человек не может, как бы, ясно и красиво выражаться. Ну, относительно Муше, по шату, по простому смыслу, он действительно либо заикался, либо глотал слоги. Как бы это, как это по-русски называется? Тяжелоустный? Нет, вы же учитываете, что он в Египте, и он учил, он на египетском в основном разговаривал. С евритом он столкнулся только совсем недавно. Ну, под большим вопросом. Да, поэтому его Арону, как раз хорошо знавший еврей, он все бесконечно. Ну, есть и другие комментарии, но сейчас не будем углубляться в это, тем более, что время наше уже подходит к концу. Ребята, мы забрали достаточно много. У меня тут еще есть несколько интересных терминов, которые мы не сможем сегодня пройти. Можете посмотреть сами вот по тем файлам, которые я поставил в нашей группе в Телеграме. Вот, и обратите внимание на текст вот этот. Вот, я в свое время провел работу, выделил те фразы, которые нам интересно было бы разобрать. И, значит, в книге Рут всего четыре главы. Первая глава у меня идет целиком, и в ней я выделил все глаголы. Ну, просто ради интересу. Из второй главы я выделил несколько фраз не подряд. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Да нет, даже подряд. Вот, седьмая, восьмая, а потом сразу я пропускаю большой кусок. И еще три фразы у меня идут. Двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья. Вот, значит, они в большей или меньшей степени покрывают сюжет. Из третьей главы я взял, вон, всего три сука. И из четвертой вот такие. Алиф-бет, ют-алиф, ют-бет, ют-заин и каф-бет. Вот, значит, если мы будем успевать, и если будет к этому интерес, пожалуйста, маякните мне. Мы можем немножко и вот этим текстом заняться. Так, а пока всем большое спасибо. Пожалуйста, если есть еще вопросы, пока мы на связи. У меня один вопрос есть, честно говоря. Да, да. Из всего пройденного я до сих пор, как бы, ну, и, по-видимому, никогда не мог понять слово, действительно, реха. Реха с айном. Да. Это, это, по-папшату просто, ну, это невозможно понять, действительно, каким образом слово, которое ближе всего похоже на зло, действительно. Да. Да, и реха. Ну, идея не должно было быть с Алифом, сто процентов. То есть, человек, которого ты видишь на расстоянии видения, но почему это написано с Айном, совершенно непонятно. Как реха близки, непонятно. А мы об этом в прошлом году в Иерусалиме очень подробно разговаривали, через 40 минут. А ты в это время слушал где-то. Ну, и что? Ну, написано, вы чинантом ли в Алифе, чинантом. Ну, что вы, послушай, на это разговаривать можно не 40 минут, потому что можно разговаривать 40 лет. Ну, и что? Да, каждый день можно говорить. Окей. Обратите внимание, если вы будете смотреть подготовленный мной вот этот файл, что во многих местах мне вообще не удалось найти ничего в словаре. Например, к слову «зима», которое тоже нам знакомо. «Зима» – это мерзость. А вот есть объяснение, откуда это берется. От какого слова? «Баль-ов». И что оно значит? «Га-еда-ол-нин» – ну, явно корень «ё-деа» знать. Но что имеется в виду, тоже вот здесь есть объяснение. И так далее. Вот, текст весьма интересный и весьма глубокий. Всем спасибо за внимание. Окей. Вопрос. У меня маленький вопрос. Давай, Илья. Когда смотрите слова, вы все эти слова, которые находите, например, корень, нашли какого-то слова, вы все проверяете, сколько раз написано и где это написано, и в каких контекстах это слово встречается. Потому что они в разных контекстах переводятся по-разному. Понимаю. Я понимаю, что вы говорите. Когда вы смотрите одно слово, в каких местах оно встречается, в каких контекстах. Я знаю, что это ваш подход. Иногда он дает интересные результаты. Далеко не всегда бесспорные. Согласен, согласен. Есть много. Но ты стремишься к тому, чтобы понять текст однозначно. И поэтому приходится прибегать именно к таким. То есть, когда тебе дают уже готовые переводы, это не всегда тебя удовлетворяет. У меня есть несколько знакомых по имени, допустим, Андрей. Все они разные. Если я соберу их вместе и попробую выделить то общее, что есть во всех Андреях, я, допустим, обнаружу, что все они, ну скажем, высокого роста. Я буду считать, что слово Андрей значит длинный. Но это никак мне не поможет при общении с конкретным Андреем, если я каждый раз вместо слова Андрей буду использовать слово длинный. Когда вы представляете какие-то слова, вы же, я же не говорю об Андреях, я говорю, вы представляете слова. Находите ли вы однокоренные, и вы не пользуетесь этим подходом, тогда понятно. Вы понимаете, что я не пользуюсь. А, ну понятно, понятно. То есть избирательно. Ну вот, к примеру, то, что сегодня Абрам предложил, что слово браха имеет какую-то связь со словом колено, ради присоединения мне для понимания текста в данном месте это не даст абсолютно ничего, это не просто помешает. Если я посмотрю, что я говорю, коленность, это немножко... Нет, 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 кроме этого, я перевел его как приобщение. И тогда у меня все становится на свои места, когда Всевышний говорит, приобщит, прувы крву, да, пруван, говорит, приобщил, и так далее. То есть суть приобщения понятна, да, когда клетка, она когда размножается, она же не отделяется совсем, она приобщена друг к дружку. То есть даже в этом, если на уровне первой головы смотреть, даже это видно. Понимаете? А когда слово благословение, а как оно может мне удовлетворять, что это за благое слово? Что это такое? Я могу сказать по-разному, это будет благое слово. Человек обозвать, и это будет для него благим словом. Он скажет, о, это манс небесный. Вы сейчас придираетесь к русскому языку. Я скажу вам, что... Ультраортодоксов, харидим, называют ультраортодоксами. Слово ортодокс буквально означает православный, потому что орто – это правильно, а докса – это слава. И пару раз я сталкивался тем, что автоматический переводчик ортодоксов переводит именно как православных. Православных. Совершенно неверно. Но отвлекаясь от значения непосредственно этого термина, мы знаем, когда я слышу слово ортодокс или ультраортодокс, я представляю именно хариди, а не какого-то там, скажем, православного человека. В данном контексте мне конкретное слово ничего не даст. Вот что я хотел вам сказать. Сейчас одну минуточку, где поступил вопрос. Вот это вот уже по моей части. Так. 12.2. Сейчас я посмотрю. 12.2. Я посмотрела на сайте, где дана транскрипция, и там они предложили читать это как Д, О, ТА. Ну, по идее... То есть как бы и шва есть, и получается ВАВ с огласовкой наверху предлагают читать как О. Так. Как будто бы две огласовки у буквы ДАЛИТ. Ещё раз. ЮД БЭТ на 12.2, да? ЮД БЭТ на БЭТ. Сейчас посмотрю. ДАБЭ ЭЛБНЫ ИСРАЛЬНЫЙ МОР ИШАКИ ТАЗРИЯ. А, вот это вы имеете в виду? ВЭЛЛДА ЗАХАВ? Последнее слово. Предпословие. А-а-а. ДЭВОТА это должно быть. Это ВАВ, который имеет огласовку ХОЛАМ ХСР. Как в слове ОВОН? Да, да, аналогично. Конечно, не может быть двух огласовок, но надо посмотреть. А какой перевод подскажите? Перевод, как в одни отлучения ее по обычной болезненности, ее будет она нечиста. Вот это слово не помню, к сожалению. Но надо посмотреть в словаре, надо поискать. Да, но здесь ВАВ читается именно как ВАВ. ВАВ – это буква, а огласовка – это точка без всего, точка наверху. Корень, да, да, ВА, корень, болеть, плохо себя чувствовать. А, да, да, болезненность скорее, где-то мне попадалось это точно. Точно верно. Так, ладно, всего наилучшего. Можно со мной ответить и в неурочное время, пожалуйста, милости просим. Тот арабак. Да, всего.